4Х Дневка за пенсионной реформой правительства Медведева внедрит все, что казалось бредом. Экономика. Пенсионная система 23 сентября 16.44. 4Х Дневка за пенсионной реформой правительства Медведева внедрит все, что казалось бредом. Экономисты не сомневаются сокращение рабочей недели на фоне повышения пенсионной реформы приведет страну к коллапсу. Антон Чаблин. Комментарии в просмотров 19.030. Фото, Валерий Матицин, ТАСС. Материал комментируют. Игорь Николаев. Сергей Жаворонков. Введение 4-х Дневной рабочей недели еще одна инициатива Дмитрия Медведева, такая же гениальная, как и все предыдущие, переименование милиции, отмены часовых поясов и зимнего времени, пенсионная реформа. Только последствия очередного эксперимента окажутся куда более разрушительными. 48% россиян и 76% работодателей против. Правительство формирует введение 4-х Дневной рабочей недели в России в порядке эксперимента. Такой режим появится на предприятиях, включенных в нацпроект производительность труда и поддержка занятости. Они задействованы в самых различных отраслях от промышленности до строительства. Причем вопрос этот неустанно обсуждается на совещаниях в Минтруде России. Но конкретики до сих пор нет. По словам замминистра экономического развития Петра Засельского, она появится, когда новый формат работы обкатают в пилотном режиме на отдельных компаниях. В числе главных лоббистов очередной реформы оказался и председатель правления Сбербанка Герман Греф. А вот против выступает председатель счетной палаты Алексей Кудрин, который давно выступал за повышение производительности труда в России. Читайте также. Тайна 4Х дневки. Нас ждут 12-часовой рабочий день и переработки без оплаты перелицов КТК позволит выжать из работника все соки и покрыть недостаток инвестиций в экономике. Ввести 4х дневку в своих регионах захотели сразу несколько губернаторов, в том числе Владимир Владимиров, Ставропольский край. А вот омский губернатор Александр Бурков категорично высказался против 4х дневки. Как, например, и первый зампред Думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, который уверен, что подобный эксперимент возможен только для чиновников. 48% россиян и 76% работодателей также выступают против 4х дневки. Сами бизнесмены, согласно опросу Headhunter, намерены в случае введения сокращенной рабочей недели урезать своим работникам зарплаты. Реформа бессмысленная и беспощадная. Если даже среди политиков и бизнесменов нет единства относительно 4х дневки, непонятно, зачем так спешить с ее введением. А у жителей подобный реформаторский зуд правительства вызывает еще и закономерный вопрос. Если производство в России можно легко оптимизировать за счет сокращения числа рабочих дней, то почему нельзя было аналогичным образом поступить и с пенсионным возрастом, внедрением пенсионной реформы? Идеологи пенсионной реформы убеждали россиян, что стране не хватает рабочих рук, А теперь вдруг выясняется, что их в избытке да так, что можно на 20% сокращать рабочее время на предприятиях. При этом, как и в случае с пенсионной реформой, введение 4х дневки в экспертной среде не обсуждалось, Да и логику новшества чиновники не удосужились гражданам разъяснять. Кремль готовится к выборам 2024, согласится ли Путин на ремонт от Зюганова. Избирательная система страны не предусматривает честности и прозрачности, что и нужно власти. СП, как вы считаете, а есть какие-либо отрасли или регионы, например, северные или, напротив, южные, аграрные, Которым введение 4х дневки на фоне пенсионной реформы пойдет на пользу. Если еще пару месяцев назад казалось, что идея 4х дневки несерьезна, То теперь, после проработки этого вопроса на правительственном уровне, Надо и вправду оценивать перспективы введения 4х дневной рабочей недели. Экономические последствия от введения 4х дневки в условиях недостаточно высокой производительности труда очевидны. Меньше произвели добавленной стоимости, меньше дохода более низкие зарплаты. И захочешь произвести за 4 дня столько, сколько получилось бы за 5, Но зачастую это будет невозможно сделать чисто технологически, Считает директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Переход на 4х дневку без очевидного ущерба, Если возможен сегодня, то только на отдельных высокорентабельных предприятиях, Где технологический цикл позволяет так работать. Вряд ли есть отрасли или регионы, В которых будет польза сегодня от перехода на 4х дневную рабочую неделю. Отдельные предприятия в исключительных случаях, да, регионы нет. Новости России Путин повысил зарплаты гослужащим.